Я хочу поделиться сегодня немного свидетельством славы Божьей, а также помолиться. Хочу рассказать о пробуждении, которое произошло в китайской провинции. Много лет назад Господь сказал английскому миссионеру по имени Фрезер поехать в западную часть Китая и проповедовать Евангелие, принести благую весть. Он приехал, там была горная местность, и как мы знаем, в западной провинции Китая есть и горы Аватар, это очень высокие горы. И друг от друга племена живут и часто не общаются, но Бог вложил ему желание именно проповедовать в племени Ли Су, так называемое племя Ли Су. И сейчас покажу вот эти горы, очень высокие горы Аватар, которые находились там. И попав в одну из окрестных деревушек, он познакомился с местным жителем, который любезно согласился учить его местному диалекту. И спустя несколько недель наш миссионер Фрезер освоил местный диалект и стал проповедовать. Узнав, что это северная часть племени, он задался вопросом, потому что хотел охватить и северную, и южную часть племени. Фрезер понимал, что, вероятно, он будет единственным миссионером в этом племени в последующие годы. И молился, Господь, каким путем мне идти, на север или на юг? Господь ему ответил, обоими. Молись за южное племя с восхода до полудня и проповедуй Евангелие в северном племени с полудня до заката. И это стало образом жизни Фрезера. Он так исследовал этому принципу многие годы. Полдня он молился и полдня проповедовал племенным кланам на севере. Работа в пробуждении двигалась, но медленно. Спустя 10 лет его урожай душ составил сотни христиан. Но Фрезер мечтал о великом пробуждении в этой провинции, потому что его населяло несколько тысяч людей. И в течение некоторого времени, спустя 10 лет, он впервые оставил место в своей деятельности и спустился в удаленную деревушку для пополнения запасов. На базаре он познакомился с одним парнем, разговаривался с ним. Как выяснилось, он был из южного племени, за которое вот уже 10 лет Фрезер непрестанно по полдня молился. Он пригласил этого человека какое-то время пожить у него дома. Услышав весть об Иисусе, житель южного племени быстро откликнулся и принял Господа как своего спасителя. И в течение нескольких недель Фрезер учил этого человека. Он помогал ему запомнить на память отрывки из Писания, потому что тот был неграмотный. Рассказывал ему истории за историей из Библии. И Фрезер постоянно молился, чтобы Бог усилил способность своего гостя запомнить то, что он слышал. Погостиев немного у него юноша решил отправиться на свою родину в южную часть племени. Он попрощался с Фрезером, и Фрезер наставил его, благословил и также продолжал молиться в своем обычном режиме по полдня за южную часть племени Лису. А в северной части от полудня до заката он работал, проповедовал, спасал людей. И представляете, что произошло? Спустя короткое время в его деревню прибыла делегация южного племени. Они принесли известие, что несколько тысяч человек южного племени пробудилось, покаялись, последовали за Христом. И что они отчаянно нуждаются в ком-нибудь, кто пришел бы их и учил. И слезы хлынули из глаз Фрезера. Он понял, что время, вложенное в молитву, с восхода до полудня, дало урожай в сотни раз больше, чем все его труды с полудня до заката. Господь как будто проговорил, не могуществом и не силой, но духом моим завоеваны будут племена. От Захарии 4 глава. Поэтому драгоценная молитва – это ключ к пробуждению. И мне вспомнилось местописание от Матфея 17 глава. Будет вам, что не скажете. Если помолитесь, будет вам. И также аналогично можно перефразировать. А если не скажете, если не помолитесь, то не будет вам. То есть Бог поставил себя, как говорил Рейхен Бонке, Бог поставил себя и проявление Божьего Царства в зависимость от наших молитв. И суды Божьи высвобождаются на землю, потому что мало ходатайв, мало заступников. Как написано в Иезекииле 22 главе, «Искал я среди них человека, который встал бы в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел». И Бог, мы хотим быть теми, кого ты нашел. Я хочу еще… Мне вспомнилось короткое свидетельство, современное свидетельство 2020 года о силе молитвы. Хочу вас зарядить сегодня верой в молитву, верой в силу молитвы. Поэтому подготовила два свидетельства. Есть одна известная христианская певица Кристина Осельски. И год назад, даже полтора года назад, я увидела ее свидетельство в Ютубе, оно облетело весь мир. Возможно, вы тоже это свидетельство смотрели, я хочу вам напомнить. Они с мужем учились в Пенсильвании, в городе Рейдинг, обучались на пасторов в церкви Вифиль. Как раз в то время, когда случилась пандемия, и, как мы знаем из новостей, в мае, в июне были огромные погромы в разных городах США, повстанцев. И к их городу также подходила эта банда. И накануне за 100 километров разгромила уже соседний городок. Конечно, экономика городов очень сильно пострадала. И, видя все плачевное состояние с их городом-соседом, пастора Билл Джонсон и другие пастора этого города, они призвали к посту и молитве. Весь город, верующие, неверующие. Кстати, в этом городе очень много верующих людей, большой процент пробужденных, рожденных свыше, христиан. И только церковь Вифиль насчитывает порядка 15 тысяч человек. Так вот, они все вместе соединились в посте и молитве, чтобы Бог явил свою славу. В этом городе мэр верующая, начальник полиции верующий, то есть администрация, в основном верующие люди. И все единодушно стали взывать, потому что вот-вот накануне угрожала опасность. И что совершил Господь? К тому моменту, когда банда повстанцев приблизилась к городу Рейдинг, было около 200 грузовиков, груженных взрывчаткой, гранатами. В этот момент Господь побудил начальника полиции сложить оружие и распростерши объятия, просто выйти навстречу этой банде, главарям банды. И когда они увидели, что тот сложил оружие и встречает их добродушно, то что-то поменялось, атмосфера изменилась у них. И они тоже опустили оружие и также стали добродушно общаться с начальником полиции. Просто Дух Святой мощно накрыл в этот момент всю банду. Некоторые прослезились, начальник полиции проповедовал Иисуса Христа, и они сказали, что это первый город, который нас так добродушно, по-доброму встретил, и мы в вашем городе не устроим ни одного погрома, ни одна витрина не будет разбита. Поэтому, слава Божия, она проявилась мощно благодаря посту и молитве. А молитва – ключ к пробуждению. Молитва – это то, что сдвигает горы. И я хочу коротко помолиться. Господи, мы благодарим Тебя, что сейчас Ты нам открываешь, Господь, в этом сезоне, в это время видения о глобальном пробуждении. Я благодарю Тебя, Господь, за армию, которая уже поднимается, которая уже слышит Твой голос, Господь. И я прошу Тебя, пусть Твоя армия усиливается, становится многочисленной, Господь, чтобы мы, Господи, в духовном мире имели этот огромный большой кулак, который просто будет ударять по дьявольским планам. Бог, и мы хотим приносить небеса на землю, как Ты сказал, да придет Твое царство, Господи, и мы хотим, чтобы приходило Твое царство, Твое пробуждение, Твое излияние везде и повсеместно. Благодарю Тебя, Господь, за Твою армию. Пусть пробуждение приходит, пусть огонь Твой изливается. Бог, я прошу Тебя, зажигай каждого из нас и вкладывай в каждого из нас то, где Ты нас хочешь видеть в этой армии, Господь. Вкладывай в каждого из нас Твое видение, Твой план, чтобы мы принесли много плода, чтобы богатый урожай спасенных душ был по всей земле. Мы славим Тебя, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, что мы живем в это время. И сделай нас, Господь, огненными служителями Твоими. Во имя Иисуса Христа. Аминь.